Всем здравствуйте! Недавно стало известно, что актриса забрала себе внука Марка, который появился в результате связи ее сына Макара с Фреей Зильбер. На днях звездная бабушка крестила мальчика. Видео-таинство появилось на странице Марии в социальной сети. Перед Кристинами мальчик внимательно изучал все в церкви. «У тебя тоже будет крестик», объясняла ему бабушка, пристально следя за двухлетним внуком. К удивлению взрослых, мальчик вел себя очень смело во время ритуала и мужественно перенес погружение в купель со святой водой. «Вот теперь и у нашего Маркуша есть ангел-хранитель, который будет охранять его от всего плохого, и никакой враг теперь ему не страшен, а нам и подавно», — рассказала звезда. Мария начала общаться с внуком в начале прошлого года. Ранее мама мальчика Фрея Зильбер запрещала им видеться. После скандального разрыва с Макаром, девушка была очень агрессивно настроена в отношении звездной семьи. Хотя изначально поговаривали, что она забеременела от парня специально, чтобы говорить всем о родстве с Шукшиными. Тогда Макара поддерживала вся семья. Шукшины считают, что его экс-избраннице нельзя доверять воспитанию сына. Именно Фрея подсадила Макара на наркотики, а не наоборот, как говорили ранее. Поэтому даже речи нет о том, что ей вернут ребенка. «У меня в арсенале много видео, на которых она предстает в наркотическом угаре. Да, у нее были временные улучшения, но по сути ничего не изменилось», — говорила дочь Марии Анна. Макару пришлось доказывать, что он официально является отцом мальчика, поэтому может в любой момент общаться с ним. «В мае прошлого года мой сын обратился в суд с иском о признании отцовства, поскольку мирным путем, простым походом в ЗАГС, Фрея почему-то категорически отказывалась идти, не желая официально признавать Макара отцом, несмотря на положительные результаты теста ДНК. Предоставив выписку из банка с оплатой ежемесячных алиментов, которые он выплачивал по своей доброй воле в течение двух лет, спустя семь месяцев, в декабре 2019 года, суд иск удовлетворил. И теперь Марк находится в доме своего отца на законном основании», — отметила актриса. К слову, в конце прошлого года 22-летний Макар Касаткин женился на Илоне Александровой. Девушка работает косметологом. Никакого праздника они не устраивали, а просто расписались в ЗАГСе. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.